МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С инициативой ее проведения выступил Молодежный совет при Гомельском горвыконками, при поддержке городского комитета БРСМ. В святошной мероприемстве приняли удел сотни молодых людей. Традиционно, к празднованию День независимости Республики Беларусь, все больше и больше молодых людей приходит для того, чтобы отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, дать дань уважения всем тем, кто подарил нам мирное небо на нашей голове. И, соответственно, этот праздник для нас святой. Шмат теплых слов вели на молчание, к ветке до подножия помника и самый цикавый момент. Удельники мероприемства на паперовых буслах пишут свои пожадания краине и родному городу. Выбор гэтэй птушки не выпадковый. Миновита бусил является символом Беларуси, знаком миру и добробыту. Поветранные шары с паперовыми фигурками и запустили у неба удельники акции. Этим аистом я хотела бы пожелать много радости и счастья, побольше улыбок, чтобы мир улыбался, светился и праздник всегда был. Шарах святошных мероприемств у Гомеля запланованы на завтра, хоть вядома наибольшемасштабной и видовишной будет программа урашистостей непосредственно 3-го липеня. У 10 година ранницы пошнется святошная шестя Гомельшан по галуны в улице города, какой завершится церемонию складания вянковых веток до мемориалу «Вечный огонь». В программе мероприемства так само город-майстро у сквера имя Андрея Громыки, молодежная программа на площади Паустане и площади Ленина, выставочный комплекс «Беларусь. Жития Майго Крыница» у сквера имя Кириллы Туровского. Ся рост шматликих концертов самой массовой станет программа «Мы, беларусы. Мирные люди», которая отбудется на пляцовце Каля Медицинского университета. Конечно же будем привлекать и МЧС, и воинские части. Попытаемся создать военно-патриотический блок, где задействуем и покажем нашу молодежь, нашу армию, что она сегодня беспособна, она всегда может защитить нашу Родину. Вот тоже такой кусочек мы постараемся вкрапить в наш праздник. Я думаю, получится. Сегодня в областном центре отбылась 14-я сессия Гомельского городского совета депутата 27-го скликания. На парадку дня с правоздачей гостаршини Ивана Бородинчика проведены работы. С момента опошних выборов городский совет прошел год и зараз час подводить выники. За этот период было проведено 13 сессий Горсовета, на которых депутаты разглядели 49 пытанев. У основным яны тышились о выконании бюджету и социальных стандартов, сферы послуг, работы жилево-коммунальной господарки. Были проведены дни депутата по темах будовництва жилья, деятельности службы МНС и организации работы по зворотах громадян. Шмат шагу зроблено по доброапарадкованне города. Я полагаю, что в каком-то положительном плане можно отметить итоги работы нашей экономики за прошлый год. И несколько сложнее начался этот год. Но тем не менее, мы об этом будем говорить и будем определять те задачи, которые нам предстоит решать до конца этого года в реальном секторе экономики. До инших тем. У Гомельским областным клиническим кардиологическим центром и после реконструкции открылось отделение сосудистой хирургии. Финансование работ отбывалось по линии Шарнобыльской программы капитальных укладаний. Отделение сосудистой хирургии один и у Гомельской области, и зараз у им з'явились новые комфортные покои, обсталявания и мебля. У сего для ремонта и перепланировки внутренних помешканий у объекта было засвоено 6,5 миллиардов белорусских рублев. Усё сроблено, как пациенты отшували себе комфортно и после операции худшие одновляли силы. После реконструкции у отделения сосудистой хирургии Гомельского кардиологического центра з'явились опокои умешальностью не более, как 4 человека. Особные покои для инвалидов и удельников Великой Оршины войны. Новые перевязочные и процедурные кабинеты. Закуплено мебли и обсталявания. Отделение осталось, как и было ранее, оно развернуто на 50 коек. Показатели коечного фонда не изменились, но и коечный фонд не сократился. Просто улучшились условия для пребывания пациентов и также улучшились условия для оказания медицинской помощи пациентам, потому что у нас отремонтированы и закуплены новые перевязочные, в них новое оборудование закуплено. Почти во всех палатах есть индивидуальные комнаты индивидуальной гигиены. Подобных отделений у всего 7 у республицы, 2 у Минску и по 1 у кожной области. У Гомельским отделений сосудистой хирургии на протягу года проходит лечение каля полутора тысяч пациентов. 50% от этой личбы – люди из районов, которые потерпели одовары на Чернобыльской АЭС. Что год у отделений выконывается больше за тысячу операций на сосудах. С допомогой санитарной авиации у Раши просует у района Гомельской в области. Учитывая, что отделение изначально располагалось на приспособленных площадях и не всегда соответствовало санитарным нормам, своевременно было принято решение о проведении реконструкции этого отделения. И сегодня мы можем нашим пациентам предложить комфортные условия для пребывания, а медицинский персонал получит удобные, соответствующие современным требованиям рабочие места. Сегодня у Гомеля отбылся оптовый кермаш, на яким были представлены товары белорусских вытворцев. У делу мероприемства приняли керавництво Головного управления гандлюю послуг Абл Ваканкама, представники малого и среднего бизнеса у предприемства. Организатором деловой сустречи выступило открытое акционерное товариство «Диалог Гомель». Какую продукцию пропонуют предприемникам и как в будущем поплывают оптовые кермаши на гандале в области, ведает Дмитрий Котов. Открытое акционерное товариство «Диалог Гомель» – это широкая розничная сетка, которую представляют 8 гандлевых объектов. Не меньше значный накерунок деяностей – оптовый гандаль. Кермаш с белорусскими товарами – это макшимость продемонстровать предприемникам весь потенциал айчинных вытворцев, а так сама спроба затекает их новой продукцией. И таким чином развивается упрационниство помеж предприемствами, оптовыми организациями и представниками бизнес-супольности в области. После презентации предприемники смогли выбрать певные модели, одразу заключить договоры и отримать парту товара по цене вытворцы. Продукция чинных вытворцев широко распространена в магазинах державной формы властности. А вот с ассортимент индивидуальных предприемников и она не за все до присутнейшая. Не глядяши на то, что белорусские товары не учим не заступают за межным аналогом у якости, и при этом значно меньше каштуют. А лишь это не значит, что индивидуальные предприемники альбо субъекты малого и среднего бизнеса специально игноруют товары белорусской вытворчасти. Их отсутность на прилавках приватных магазинов и рынков в области часто обумолена отсутностью информации. И тому бизнесмены робят выбор на корысть большевядомого замежного бренда. Вот здесь на месте пообщаться с производителем, высказать свои пожелания, отработать какие-то моменты в плане ассортимента – это очень важно. Поэтому для нас это очень важное мероприятие. И для нас как управления торговлей, и для как предпринимателей, и для как оптовых организаций. Задача какая – обеспечить покупателя качественным товаром. Подобная сустреча у рамках оптового кирмашу с метой популяризации белорусских товаров пройшла в першиню. Однако, еще до ее закончения, удельники выказывают необходность по проведению таких мероприемств в будущем. В рамках этого мероприятия мы решили начать со школьного ассортимента, но в дальнейшем мы планируем и далее проводить такие ярмарки. Это будут как сезонные ярмарки, так и каких-то уже более деловых моделей, но это планируется в дальнейшем. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У громадской приемной Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» отбился прием граждан по хвалюющих питаниях. Отказывал на их, уникал проблемы людей и давал рекомендации прокурор города Гомеля Сергей Зайцев. Сярод питаний, у которых хвалюют те, кто записался на прием, объективность решения органов выполненной улады, справедливость судовых присудов, шляхи их обскаржения, обгрунтованность правоприменяльной практики и скарги на работу правоохонных органов. Так само имели место пытания по выражению проблем, связанных с долготерминовой невыплатой заработной платы и постановкой на улик транспортных сродков, уладальники яких после сделки купли-продажу доведалися, что набыли автомашины с перабитыми номерами. Усяго на прием до прокурора записалось 10 человек, сарот яких были и жихары районных центров. Прокуратура идет на контакт со всеми, будем говорить, зарегистрированными общественными организациями, политическими партиями. Я думаю, что это в интересах всех наших граждан, и мы будем постоянно осуществлять подобное сотрудничество. Садоводы с бельгийского региона Фландры наведали Гомель и сустрелилися со своими белорусскими коллегами. Мероприемства суместно организовали Гандлево-промысловые палаты Гомельской области и Фландры. Семалиш на сустрэчу провели у Маляунишем во всех относинах мест, у картины галереи Вашенки. Мероприемство проходило в формате контактно-кооперационной биржи. Простовники 10 бельгийских компаний, которые специализуются на вырошивании садовой и декоративной рослинности, познайомились с гомельскими коллегами. Садоводы Дюх Краин рассказали про махшимости своих годовальников, ассортимент продукции, делились об опытом, обменивались контактами, домовлялись об супрационисте. Мета – реализация суместных проектов и ведома продукции, наладживание партнерских совезей. У гомелей такая сустрэча отбылась и у першыньо, але в оголе гэта не перший опыт. Так, у соковику минулого года делегация из Беларуси наведвала бельгийские годовальники. Выник некальки заключенных контрактов. Нам светят перемоги огни. Под таким девизом у Рогашевским районе открылась 23-я змена Международного лагеря дружбы год тому. И снова Рогашевская земля сустракая гостей. Смоленск, Курск, Саратов, Новозыпков, Котельники, Санкт-Петербург и Новоград-Волынске. Больше 300 старшеклассников на беларуской земле объеднал лагер дружбы и единства. Конечно, лагер для нас – это как визитная карточка не только нашего района, но и нашей родной Гомельской области и в целом нашей страны. Подобный лагер под открытым небом – это единственные экземпляры в нашей республике Беларусь. Уже вот в этом возрасте юном зарождается та, можно сказать, детская дипломатия, которая в дальнейшем перерастает в такую достойную, крепкую дружбу между нашими народами, побратимами. Дети – это самое дорогое, что у нас есть, независимые. Они вне политики, они вне каких-то действий. Когда мы сюда приехали, я знала, что будут встречи, но не такая. Потому что прибежали дети с Курска, с Москвы, с Котельников. Прибежали Украина, ура, вы с нами. Понимаете, это вообще, что надо помочь? Такого никогда не было. То есть, года мы не были, ничего не изменилось. Только крепнут наши узы дружбы. И я очень счастлива, что я здесь. В этом году исполняется ровно 10 годов, как лагерь набыл статус международный. С этой нагоды у Дельников творческой встречи шакает множество приемных сюрпризов. До речи, шерах з их примеркованы и да еще некольких значных подей. В этом году этот лагерь международный посвящен двум таким датам. 70-летие победы, 71-й годовщины освобождения нашей республики. И еще мы сюда добавляем год молодежи, который приемлен в нашей республике. Мы считаем, что молодежь – это своего рода послы. Потому что, ну вот они увидят все это дело, пообщаются, они же приедут потом домой, они же рассказывают своим родителям, друзьям, какая наша республика миролюбивая. Проведусь, ребята, у лагеря 9 джон. С 7 липня девчат и юнаки обменяются адресами, сфотографуются на память и отправятся дадому с надеей обовязково вернуться на Рогачовскую землю в наступном годе. Вольга Славина, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачовский район. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире.